Мы читали, и прогулщицам заставим читать, что у нас сегодня СИЮМ какая-то это. СИЮМ надо пить, по-моему, как было принято. Надо бы, но нам пока нечего. А я не знала, что СИЮМ. Если у меня скажем, что это СИЮМ, я бы... Мотаж, что признать, что-нибудь принесет. Окей. А что вы мне не сказали? Ну мы как-то... А я даже не помню, как у нас у нас есть СИЮМ. Я хотела бы запомнить. Нет, СИЮМ. Какой СИЮМ? А где вот мы... Вот. А мы сейчас все это читаем? Что? Вот мы сейчас здесь. Ну, СИЮМ вот. Как? Ламед Хэ? Да, Ламед Хэ... Какой Хэ? Ламед Гэй это называется. Гэй? Нет, Ламед Хэ это в пятом перехе, а мы еще в четвертом. А, это лишь Ламед Хэй. Это совсем еще долго для СИЮМ. Как-то? Вот долго. Еще раз. СИЮМ вот. Вот прямо через пронец. Не СИЮМ. Не СИЮМ, а СИЮМ. Четвертый перех. Четвертый перех мы заканчиваем. У нас еще впереди пятый. А-а-а. А-а-а. Пошли. Секундочку. Я вообще ничего не помню. Сейчас я посмотрю. На этот... Варзах меня почти помню. Знаете, надо... Надо... Тут половина никого не было в прошлый раз, поэтому как бы... Были какие-то вообще странные люди. Зоя Варзах там... Неожиданно. Неожиданно. Я их встретил за занятием до этого. Я вас тоже собирался встретить. Вот. В общем, строили тут цирк конями. Да? А что? Нет, нет, ничего. Нет, мы просто... Просто у нас... Ну, как бы, есть учащийся актив, а есть люди, которые приходят развлекаться. Нет, это тоже жанр. А кто еще кто-то был, кроме меня? Ну, было меня. Да, я их немножко занесла. Ну, как-то... Мы их сразу любим за это. Да, это тоже. Нет, в мире я люблю за это. Нет, в мире гигит. Да. Родственница, опять же. Родственница, опять же. Родственница, опять же. А-а-а, вот здесь. Ага. Окей. Значит, я не знаю даже... Давайте мы сделаем вот так. Мы сделаем вот так. Я сейчас... Поскольку половину людей здесь в прошлый раз не было, я лично сейчас прочту Мишну и сделаю обзор... Ну, как бы, прочту Гемару до того места, где мы остановились. А дальше прогулщинцы пусть сами работают. Строим, у нас справедливо, где едет. Что ты говоришь? Строим, где едет. Я готовлюсь. Ребенок сложится мне больше. Вот пьет, пожалуйста, я же говорил. Ты такой не будешь, надо. Ну, окей, запись. А, включили. Слухи, 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 слухи. Значит, мукцы в данном случае понимают как нечто, работа над чем не закончена. Типичный пример – это фиги, фиги, выложенные для просушек. Но не высушенные. Кто помнит лучше меня, поправляйте меня, потому что я могу сейчас набрать. Но картинка примерно такая. Человек разложил финики на крыше обычно. Это делается на крыше левого двора. Значит, такое бесконечное крыше фиников. Сушащиеся. Значит, пока они полусушеные, они считаются ни на что как бы негодными. Если бы он их ел свежими, то они были бы как свежие. Если бы он досушил их, они были бы сушеные. А я и непонятно какие. Это то, что здесь называется мукцем. И Равелезер говорит, помимо того, что он сказал предыдущим, он говорит вот что. Человек может выйти в накануне субботы, подойти к этому бескрайнему двору сущащихся не знаю чего, и сказал, отсюда я буду брать завтра. А, швей, да, непременно в седьмой год. Вот это почему? А это мы сейчас будем обсуждать. Сейчас Гимара будет обсуждать. Значит, в седьмой год, перед субботой, говорит, отсюда я буду брать. А мудрецы настаивают, что он должен отчеркнуть мелом, грубо говоря, вот отсюда и вот досюда я буду брать. А остальное не будет. И это будет называться муха, а это будет называться муси. То есть, это предположение, что эти финики высушатся к тому моменту? Нет, предположение, что не высушатся. Если бы они высушились, это будет другой разговор. Если они до шамана не высушились, а там высушились, это уже может быть? Нет, это отдельный разговор, мы его когда-то уже вели, я так сейчас помню. Нет, разговор о том, что я вот хочу конкретно полу-сушона финики. На эту субботу. И я говорю, я об этом заявляю. Если бы я об этом не заявил, они были бы мух-телегамы. То есть, я как бы не мог бы их видеть. Да? Потому что нету презумпции, что они, ну, как бы, подлежат съедению. Да? Теперь, да. Теперь, арабелезом говорит, я могу сделать общую презумпцию. Сказать, вот все, вот их там бескрайнее поле, бесконечно много. Я вот откуда-нибудь отсюда, я возьму себе там завтра, что получше. А мудрецы наставили, что нет, бескрайнее поле нельзя. Нужно отчеркнуть, отчеркнуть, вот отсюда и вот отсюда. Вот этот кусок я буду есть, а все остальное так и останется сушиться. Вот. Это мишна. Окей? Далее. Гимар открывает дискуссию. Есть некая мишна в другом месте, в фракате Масарова. Тинохочетамну тенин мэр шабар. В шахаху, в лоисру, лимуца ища ват лоисру, лоинкен и сру. Значит, мишна такая. Так, а что происходит здесь? А, не, только заходит. Мири, привет. Закрой только дверь, а то мы очень мертвы. Да, она там. Тинохочетам, да, еще раз, я уже читал. Значит, если дети спрятали какую-нибудь хрень, вот, например, в Фиге, накануне субботы, имеем в виду их съесть субботы, здесь есть стакан. Но забыли. Это. Забыли съесть? Добыли, да, вообще забыли они. Закрой. Они там, там так и лежат. ИСРО это что? Не отделили десятину. Сейчас будет объясняться про то, в чем будет делать. Значит, они не отделили десятину. Теперь, в мотаж они не могут их съесть, если они отделят от них десятину. Так это же и везде не могут съесть? А вот и нет. А вот и нет. Потому что, потому что у нас есть принцип, что десятины отделяются от постоянной трапезы. То, что называется Ахилат КЕВА. А то, что называется Перепус, Ахилат АРАЙ. Да? От него десятину не отделяется. Если ты на бегу схватил синий и пихнулся в рот, это улёг Хайлмаса. Нет. Если ты занёс в дом, если ты занёс в дом, нет, 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 это что-то ты неправильно говоришь. Если ты берёшь и там же ешь, это да. А вот за несем ешь. Аут, 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 аут. Если что, там не совсем так это лучше. Если что, там не совсем так это лучше. Я начинала, я делала несколько, например, когда слим, усталые песни, слим вместе зашла в дом. Уже как бы, они у меня были в руке, значит, мы ушли, тогда ты не должен. Ты что? Слово ты мне думаешь, ты уже взял в дворе, ты как-то едешь, прием в дворе, а я тебя по асфальту. Смотрите, тут ещё, смотри, Анька, во-первых, сегодняшний Аллахан, не то, что в том, надо иметь. Во-вторых, во-вторых, тут есть та тонкость, которая была у нас же в Мишне. Да? Фиги, как сырой, ну, сорванные из дерева фиги, не являются продуктом питания. Это может быть для вас новость, но сырые фиги не этот дурак не ест. Они, врач, не очень вкусные. Во-вторых, нет, я тоже думаю, что ничего себе, но, как бы, но нормальные люди их, правда, высушивают. Точно так же, как ни один дурак, не ест виноград цвет. Ну, это, опять же, возможно, для вас новость, но у винограда законченный продукт, а у оливок законченный продукт масла. Опять же, если кто-то не знает. У винограда законченный продукт вино. У фиг законченный продукт сушеные фиги. От них отделяется десятина, а вовсе не от сырья. От сырья вообще никогда не отделяется. От чего? От сырья. От того, что ты как бы... Подожди, мы берем, собираем на наш этот самый инжир, заносим, потому что вы имеете в виду съесть сыр. А нормальный человек сушит его на зиму. Нормальный, калмодический, нормальный, калмодический человек. Как мы знаем высушивал это дело и делал из них дверю. Это я описывал разнестой. Дверь спрессованный, сушеный, прессованный кровать такой инжира или там иногда другие фрукты. Вот. Рыпилят пилой, он твердый. Такой, твердый. Зато он хранится бесконечно долго. С ним можно ездить в любое место отперевать по кусочкам. С пилой. С пилой, да. Даже со своей пилой. Да, да, вот это консерва на самом деле. То есть конечный продукт сбора фиг это консервы. И от них отделяется десятина, разумеется. А вовсе не от сырых фиг. Я понимаю, что сейчас мы, у нас нравы используются, никто этих фиг не сушит. И естественно, таким образом нужно отделять десятина от сырых. Понятно. А если ты забегаешь в дом и в дом и в дом, вот сейчас я должен отделить. Подожди, милень. Секундочку. 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 Интересный вопрос. А что посмотрим? Да и самое то, что они уже внесли в дом и спрятались. Секундочку. 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 Мы же, как бы, сейчас у нас не полная информация. Давайте смотреть. Утнан нами еще другая есть, смешная. В том же Масару. Мы вспомним тот же Масару. Габ мавильты ним бахацало лексот банав убны бейтохли мэдям рай и втуры. Да? Кстати, вот откуда, наверное, это слово мукцы изначально. Переведи, что это? Если нет, раскладывает фиги в своем дворе на просушку. Лексот это и есть эта самая мукция. А лексот это просушка? Да, они называются, сейчас как же они называются, ксиот они называются, когда они высушены. Это не просушка просто, а просушка фиг. Это как как бы у эскимосов тысячи названий для снега, так у нас каждая отдельная сочетательная штучка имеет свой прикол. Бацир это не то же самое, что хацир. Так что... Ты говоришь с двором бахацир? Нет, двором называется хацир, причем мукция называется саморазложенное на нем дворосушек. Ты говоришь с двором мукция, зачем он же этот двор ауросушек не растопит? Нет, 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 похоже, похоже, нет, было не совсем такое, было не совсем так, да, в каком-то месте двор назывался мукция, действительно, предыдущий мишне, это уже башала, башала, мне кажется, что вот самое начало мукции это вот здесь, где он наставит до просушки и вот в этот момент они становятся мукцией, ну, потому что они не готовы как бы, это классический пример, это та хрень, которая как бы называется мукцией. Вот. Пожалуйста, не устроите балагану в этот момент не надо, спасибо. Анька, да... Мы, кстати, это уже проходили. Конечно, я сказал, что я просто прочту до того, что мы, значит, просто пусть не поймём сам, где. Итак, значит, кто не справился, я не надо. Значит, если некто раскладывает эти фиги по двору для просушки, то его дети и домочадцы могут хватать оттуда и есть, как бы, рай, вот то, что, как бы, перекусывает. Ну, как тесто фирроли, да? Ну, да, да, с тестом так другое, потому что зерно начинает быть обязанным действием, когда оно собрано на гумане, на горы. А от хала отделяют? От хала другое дело, да, хала, да, 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 вот. Это деятельность, значит? Нет, не имеет никакого значения. Слушай, у меня есть вот такие вопросы. А от зерна отделяют от зерна или от... От зерна, от зерна. В основном от зерна. Потому что считается, что оно становится, как бы, продуктом в тот момент, когда оно собрано в гумане. Так, вот так, вот так или нет. Но можно отделить, но у него есть, как бы, есть разрешение отделять даже от печеного хлеба. Тоже можно. Но основное, как бы, это когда оно собрано в горы. А вино, когда оно находится в гате. Да, и масло то же самое. Что? Да, Вилья, ну... Ну, как? Зворово. Да. Значит, итак. Итак, значит, вот, Анька, вот та лоха, к которой они привыкли. То, что ты пользуешься, это тоже правильно, но это устражающе. Как обычно современная аллаха. Муническая аллаха, она устроена логично. Логика там такая, что пока ты не сел за стол, не налил себе рюмку и не разрезал хлеба, это не еда. Это так. И ты в этот момент отделяешь десятину, я не понимаю. Нет, но... Нет, отделяешься от десятину, тогда положено. А положено от них, тогда они высохнут. Но если бы ты взял от них... Ты сказал, я вот такой вот, я, я вот люблю такие полусушеные фиги. Да? Взял бы себе миску полусушеных фиги, поставил на десерт, на обеду. Вот тогда ты должен был бы отделить десерт. А если ты пробегаешь вот на полфиги и сумму себе в рот, это называется ахилат-рай. То есть ты отделяешь разве не после того, как ты собрал? Еще раз, Анька, я говорю, нет, не после того, как ты собрал. Нет, не после. Нет, не после. То есть даже как от винограда ты не отделяешь. От винограда ты отделяешь, вот ты, ты вот лично, а если растет виноград? Нет. Не растет. Если бы рост, ты бы отделял от него, когда бы собрала? Нет, не отделяла бы ни в коем-квоем. Сегодня бы, может, отделяла. Потому что сегодня принято есть виноград, а не делать из него вино. А так надо было тогда? Когда сделано вино, не гито. Да, это было бы любое вино. От гака, от этой ванны с соком, грубо говоря, который начинает родиться. Вот тогда, перед тем, как разлить по бочкам. Когда уже разлили по бочкам, вот тогда она уже должна быть отделена. Но все-таки Аня, правильный вопрос про детей. Почему важно? Дети тут не при чем. Не при чем. Это всегда кто-то в какой-то странной действии всегда приписывает. Это дети в те времена. Это, кстати, тоже тонкое замечание. Но здесь он как бы даже конкретно. Банаву бне бейток. Да, что ли? Нет, конечно, нет слов обычных. В Салмуре. В Салмуре. Да ладно. И еще в Салмуре. Найдем. Надо будет, найдем. Вот. Нет, они обычно говорят, что это, как это называется, Орхад Аармаха. Он говорит, как обычно. Обычно это бывают дети. Ну, кто же покуситься на фиге, разложенный на просушку. Нормальный человек. Ну, если про хозяин, понятно, не покуситься. Он дорожно разложил, чтобы сушиться. А дети пробегают мимо. А, ну, там сушеная, не так, сушеная, как и раньше. Вот. Что? Почему мы на сайте не в шаббат? Подожди, мы в шаббат сейчас еще дойдем. Мы еще пока не в шаббат. Значит, нет, в смысле, мы в одной мишне, мы действительно в шаббат. А в другой мишне мы вовсе не в шаббат. Вот в последней мишне мы не в шаббат. Это просто так. Да, это первое мишне. А во второй мишне шаббат не имеет значения. Просто они пробегают мимо, хватают и едят. А, понятно, почему. Потому что в сам шаббат нельзя отделять десятилетия. Вот. Сейчас они нам служат это все. Смотри. А, вот, смотрите. Раша говорит по поводу первой мишны. Синагод, что там, ну, тэйнин. Бэсадэ, убэгиналя, ахилат шаббат. Вэшэхэху, вэллоисру, вэхуле. Илло, юхуле. Да? Шэхаху, вэллоисру. Да? Они не забыли отделить десятилетия. Потому что... А! Там есть еще такое правило. Сейчас они... Это, наверное, у Раши было... Значит... В шаббат любая еда считается ахилаткевом. Постоянно, ну, как бы, трапезой. То есть... То есть у нас, грубо говоря, так. Хадиснули сую. Ну, ладно, сейчас. Тут уже... Значит... Значит, у нас так. Вот у нас есть некая масса каких-то фруктов. Мы... Ну, вот, скажем, тренинг. Это классический пример. Просто потому что их вообще свежими, целыми, грубо говоря, не принято говорить. Целыми и тем более полусушенными. Да? Вот они приходят во двор. Теоретически они становятся обязанными десятилетиями. Теоретически. Конечно, роим к неабайт. Да? Когда они видят фасад дома. Да. Теперь. Но. Тут есть такое... Есть несколько но. Ну, как бы, с одной стороны. Они... Их работа еще не закончена. Да? Они не полностью обработаны. Поэтому я могу сказать. Я сейчас отделять гостин не буду. Вот когда выставлю, тогда я отделю. Я откладываю их на просушку. Дальше что происходит? Дальше происходит, что от этого... Они сейчас приравнены к тем фигам, которые еще наветкились. Да? Ты же сама знаешь. Если с ветки, то не надо. Да? Теперь они приравнены к тем, которые висят наверх. Поскольку пока они не досушатся, они как бы еще и висят. Да? Они как бы еще не собраны. Да. Ну вот. Теперь. Ахилат кеева хаял хаял маасэ. Ахилата райло хаял. Да? Да? Если ты от них берешь миску и торжественно ешь, тогда доза в 9-10. Но это и миска. Кеева имеется в виду постоянный? В смысле такая... Просто есть такая логическая градация. Ахилат кеева, ахилата рай. Ну, мы говорим, если ты сел за стол и объешь на тракезе, это ахилат кеева. Если ты ешь это на ходу, то это ахилата рай. Значит, если ты сел с миской этих фиг за стол, отделяй, изволяй, отделяй десятил. Если ты ешь их на ходу, пробегая, как бы, хватает, ты не должен отделяй. Но при этом в шаббат, ахилата, да? Вот. Совершенно верно. Это в будни. А в шаббат любая тракеза считается хилат кеева. Да? Теперь. Значит, плюс на это накладывается еще то, что в сам шаббат отделять десятил нельзя. Потому что это кемет-такэль, да? Потому что она, как бы, завершает работу над этим. Да? Завершает ее пригодность пищи. Да? Ну, вот. Теперь получается. Значит, эти ребятки, которые в первой мишне схватили какой-то кусок фига этих, куда-то сныкали, они должны были отделить, чтобы съесть в субботу, они должны были отделить десятил. Потому что в субботу неотделенно есть нельзя. Даже орают. Да? А они не верят. Что происходит? Да, потом же... Ой. Мне что-то с другой стороны считают, но я верю, что даже араб не может есть. Почему здесь орают? Орают. Орают еще раз. В смысле, что... А потому что с араб тоже... Нет, нет, нет. Да. Имейте в виду, что перекус тоже нельзя делать без десятилетия. Теперь понятно, что этим детям нельзя было есть и в субботу. Они обнаруживают эту нычку в бот, что говорят, а, ну сейчас-то я их съем так вот на ходу. И все. Однако нельзя. Об этом сообщает нам первая мишня. Вторая мишня говорит, что в принципе едят без десятилетия. И теперь, значит, у нас... То, что не сушеное. То, что полусушеное. Дальше они обсуждают, собственно, саму эту тему. Будет ли суббота... Будет ли суббота сама по себе вызывать... Сделать мукцы или делать субботу? Я бы сказал, что нет, понятно, что мукцы и суббота для ментербрации. Причем здесь. Мукцы бывают только в субботу. Она еще была. Что? Ну, в Йомках, да. Но, как бы... То есть, будет ли... Ну, сейчас. Я просто не поняла вот эту фразу, все-таки. Сейчас. Сейчас. Это значит, вот, что там Раши тоже не запутывается, но Штензайс вроде его распутывает. Идея в том, что если вещь не закончена, да, недосушенная фига, да, сделает ли шаббат из него, если мы его захотим потребить, сделает ли она из него, как бы, законченный продукт? Для МАСЭР, чтобы мы должны были отделять от него МАСЭР. Но это то же самое, что я сказал. Что в будний день то, что лежит в должном Певашевске, может хватать и есть, а в субботу оно, как бы, будет считаться, как бы, законченным. Уже высушено. Потому что суббота. Нет, потому что суббота. Сам факт субботы, как бы, как бы его делают запутчивые. Суббота не бывает перепутчивых. Из-за этого, да? Как бы, да, вот в этом смысле. То есть, он задает вопрос, да, делает ли шаббат, да? Вот смотрите дальше. Да, это правильно? Он разъясняет дальше вопрос, смотрите. Скажем ли мы так, что, коль скоро написано, и ты назвал субботу наслаждением, наслаждением, значит, всякая трапеза становится такой насладительной трапезой, да? Постоянная насладительная трапеза. Что значит, не считается, что я ем? Что значит, не считается, что я ем? С крошечным перекусом, что-то еще молит. Ты браху говоришь на него? А ради, когда ты ешь на ходу, ты не говоришь браху? Говоришь. Говоришь. Ну, но такое. Это все равно. Это, поэтому, это не вопрос правомерный. Еще раз. Нет, вопрос, вопрос, в чем? Это очень важно. Я просто пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь вырабатывать, что вы не считаете. Нет, в мире сказала. Еще раз. А он не считается одной из трех трапез в субботу. Окей, ну и что? Я могу 50 раз ездить в субботу. В каком смысле это не считается в субботу? В каком смысле? Что оно не делает? Делает оно что? Что логически? Майна в каменах. Логическое следствие этого такое? Логическое вот такое следствие. Вот приходишь к нашему субботу. Там лежат, например, пирожки и кофе стоит. Во всю молитву бегают люди, наливают себе кофе, запивают пирожками, заявляют пирожки. Приходит какой-то рак один. И говорит, нельзя так делать. Вы прерываете молитву, ну а то, и даже еще не делаете. А нам наш рак разрешил. Он сказал, это ни в коем разе не тратится. Это только вы усиливаете молитву. Вот я буду слабой, без съевших и рака. Да, абсолютно не зло молитвы, что делать. Молитву нельзя прерывать даже на укус СМИ этой песни. Нет, нет, это только Канай ему не должен. Прости, пожалуйста. Только Канай. Это я учила. Прости, пожалуйста. Ты Достоевского читала? Нет. У него этот самый зэк, преступник, не позволяется оторвать от молитвы, когда ему грозит наказание обучать. Правильно. Это Канай. Какой Канай? Он фальширмонетчик. Он уголовник. Правильно. А Канай может судьбот. Если ты Канай, тебе не дать тебя как сыр, дать тебя не прерываешь. Если ты не Канай. Еще раз, Мири, я допускаю, что в современной Аллахе есть даже послабление. В важных вещах, да, там, где не нужно делать послабление, там они делают послабление. Там, где не нужно устражать, там устражают. Потому что у меня вина вся плохая, да, я согласен с этим. Вот. А талмудическое хорошее, я считаю, в этом смысле. И поэтому молитву прерывать нельзя ни для чего, а трапеза считается вот что. Ну, что? На что выделяете? Здесь это определяет трапеза, это определяет единственную вещь. То, что она в шабаде. То, что нужно отделять здесь, потому что от нее должна быть отделиваться. Какие параметры, что выделяете по трапезам, по каким параметрам? По каким параметрам? В будни или в будни? Значит, в будни обычно, если ты сидишь и употребляешь приборы, это кево, насколько я понимаю. Если ты собираешь в сосуд вообще, это уже намек на кево. Это надо разбираться, это надо разбираться. Вот. Но, в принципе, вот так это примерно устроено. Нам ведь говорят, что если в шабаде сводить в дерево, то это все равно рух от кево. Получается так. Дерево, ты не можешь его сорвать с дерева. Ну, пробегая из холодильника схватил, это уже кево. Кево, да. В смысле отделения десятилетий. Да. Я-то, по крайней мере, могу сказать майна в каменат, да, опять бы. Вот логические следствия. Тут нужно отделять десятилетий, тут не нужно. То есть ты шабад берешь, пробегая мимо полусушеных этих, схватил. Утром вот этот пирожок, вот этот пирожок должна быть отделять десятилетий. Не надо отделять десятилетий в субботу. Потому что нельзя отделять десятилетий. Это отдельное заборочек. А нужно отделять десятилетий до субботы. Оно должно быть уже метуханно. Оно должно быть уже отделено. В стандартной ситуации оно так и есть, да. Человек не держит обычно дома чего-то, о чем не отделяет десятилетий. За исключением вот этих самых продуктов, да, которые он доделывал. И вот об этом идет речь. И вот об этом сейчас задается вопрос. И об этом сейчас идет речь, да. Но еще раз, это вопрос какой? Делает ли то, что это в шаббат и не готово? Да, суббота. Само наступление субботы. Да. Делает ли все тракозы, всю беду Арухаткеба? Ахилаткеба? Или же второе. Или же оно делает Арухаткеба только то, про чья работа закончена. Чья работа не закончена, не делает. А, первый вопрос, что все делает, да? Да, первый вопрос делает даже те вот недосушенные фигни. Она вдруг превращает как бы в досушенную. А потом обратно недосушенную. Ну, в смысле, кажется, он вот кончается. Не, ну это нормально, нормальная еврейские логики. Нет, ну еще, а почему я не знаю? Да, Арухатка не было. Подожди, а почему же они не задают третий вопрос? А может быть, шаббат вообще не делает? А, нет, 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 мы точно знаем, что это. Мы точно знаем, что делает вопрос, распространяется ли это на недосушенные вот эти вот фигни. А тогда зачем они задают? Подожди. Что? Еще раз. Первый вопрос они задают. Делает ли шаббат? Это не первый вопрос. Это вопрос его разъяснения. Вот когда он говорит «ми амрина», это он разъясняет вопрос, в каком смысле он его задал. А задал он его в том смысле, что распространяется ли субботняя вот эта кева даже на недоделанные предметы. Она обычно распространяется, то есть имеется в виду, что даже на те, которые ты не отделил десятину, ты в субботу можешь взять их. В субботу не можешь взять ничего? Нет, вот все, которые лежат у тебя. Которые недосушенные. Да, ты их в субботу можешь взять. Вопрос, можешь или не можешь? Вот, в этом вопрос, про это вопрос. А можешь ли ты взять в субботу вот те недосушенные, которых не отделена десятину, съездим кевна, потому что все в субботу идет за это самое? А после субботы отделили десятину, да? А, ну, отделили десятину там в свое время, когда досушенные. Ну, да. Да, 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 об этом нечто. Да, ровно об этом. Амар ли шаббат кава от бэнк бедавашилу нигмарамалакто бэн бедавашилу нигмарамалакто? Ну, кто там отвечает? Это вопрос, который задает Рова Равнаху. Равнаху, он солидно, я помню, на прошлом уроке говорили, да, о ролях мудрецов, да? Рова острый молодой парень. Равнаху, он старый человек, которого сейчас опустят. Ну, в основном, да, больше, 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 больше. Вот. Нет, когда он сам говорит, то нет, а когда, вот такая ситуация, что, ну, там как, там Вавилонский талмуд уважает определенных людей. Рова и Абайе – это столпы, как бы, это люди, да. Между ними тоже есть некоторая иерархия. Есть очень интересная история в трактации «Проход» про оттолкование снов. Видно, что Абайе – это голова, а Рова, он там лох позорный. Но, как бы, но, в принципе, Абайе и Рова – это люди, с которыми лучше не связываются. Да? Из старшего поколения, они ценят, как бы, воспитателя Абайе, рабу, рабу Варнахману. А раб Йосеф и раб Нахман, они такие люди ненадежные. Вот, они, насколько я понимаю, они были очень заносчивые, очень, как бы, такие, себя очень уважали, и на этом часто попадались. Ну, как бы, так Талмуд их, так Талмуд их изображает. Раб Папа, например, просто, их четыре разных, но неважно, каждый персонаж комический. Да, он часто ошибается, он очень толстый, он, ну, там, ну, смешка какая-то стоит. Из старых мудрецов, Раби Тарфон, все время попадает в идиотские ситуации. Там его, в какой-то момент, побили свои же, свои же крестьяне. Это очень банально. Ну, кстати, это один из тех, которые из Шмальма, верили? Человек, который скамейку сломал, когда садился. Который не мог пост держать, потому что ему нужно, когда-то полчаса было, что-то принимать, принимать внуки. Известность. Короче, каждый мудрец уже, по нему заранее известно, что с ним будет сейчас. Вот, если вступает в спор Раби Тарфон, понятно, что его опустят, как бы, по итогам. Да, его, да, известная история про Раби Тарфона и Раби Акил, когда Раби Тарфон Коэль, да, который видел храм, свидетельствует о том, что он видел в храме, Раби Акил говорит, так быть не может. Вот я тебе историю сейчас докажу, что он был совершенно не так. И доказывает, да, действительно, ошибся. Так что, в общем, все-все тут понятно. Он говорил, этошбат «к…». А в шаббат лотикба элабадавар ше нигбера малахто. Он говорит, а почему нам не посмотреть на это так? Суббота подобно двору. Да? Казалось бы, вот то, что ты заносишь в двор, вот то, что ты сейчас сказал, да, чтобы дерево, пожалуйста, в дом принесли, уже как бы вроде должны. Он говорит, а давай мы рассмотрим, посмотрим на это ровно точно так же. Казалось бы, любую хрень, которую мы принесли во двор, мы уже должны от нее нести. А нет, нет любой. А от той, которая уже завершена работа. Да? Если у нас яблоки идут в основном в компот, то десятину я буду отделять от компота, извините, от така. Нет, я серьезно все это говорю. Если есть устойчивая традиция данного места, что из ежевики мы варим только варенье, значит, от ежевики действительно отделяется в виде банок варенья. Все. Вот так это устроено. Нет, ты можешь отделить в ежевики, если ты почему-то решил это сделать. Но можешь, и нет, и нет, до пока, пока варенье не сварится. А вот в промежутке, пока варенье варится, это до варши, что он не варомолок втолит. От него действительно это не обязательно. Теперь, у них есть стойкое, все так делают, все в наших краях, как только созреют фиги, они не в рот тянут, а раскладывают для просушивания немедленно. И пока они не высушены, ну сколько там несколько дней, пока они хорошо не просушатся, это не называется до варши негмороблантом. И от него действительно никто отделять не будет. Ну, по крайней мере, нормальный человек. Может, какой хаси дать дыр. А нормальный нет. Потому что там мало чего, там дети съедят. Там же они же там же разница в количестве. Да, они же усушиваются, не трубшиваются. Собачка придет, там хвостик махнет. Дети пробирает, их там чай по 8 по двору бегают. В общем, там на выходе меньше продукта-то реально. Вот. И разница. Вот. На эти 2% например. Вот. Вот. Теперь теперь он говорит, а почему мы не не рассматриваем субботу точно так же, как и двор. Двор обязывает, ну, прибытие во двор обязывает отделять десятину от всех продуктов, у которых закончилась работа, но не обязывает тех, которые не закончились. пусть пусть суббота будет делать так же. Которые закончены обязаны, которые не закончены обязаны. Что в субботу что так же? Что есть в смысле? Что в субботу ты можешь есть вещи, возможно, можно есть, перекусывать вещи, которых не выкладывает полусушеное футбол. А вот он говорит, что, может быть, Рова говорит, откуда ты это сказал? Казалось бы, сейчас мы выясним, что нет, Равнатман там тоже не так просто. Казалось бы, Равнатман высосал это дело из пальцев. Рова сказал, а почему субботу не приорит ко двору? У нас нету другого источника информации, откуда мы знаем это. Стих векарат или шабатонах можно толковать и так Это то, что Рова еще в вопросе сказал. Равнатман более-менее с потолка ответил. Вот так он говорит так. А почему так? А почему суббота не равна двору? В смысле, что он хочет сказать? Он в чем заключается? Что есть только то, что уже готово? В смысле, я... Еще раз, в обычный день, в обычный день, мы можем есть рай даже то, у чего работа завершена. знаешь, что с дерева например? Незавершена. Ну, незавершена. Почему незавершена? Вот яблоко созрело, ты его сорвала с дерева, все. Какая еще работа над ним должна производиться? Сусе. Все. Это продукт. Так, ну... А сорванное с дерева фига это не продукт. Потому что продукт это высушенная фига через две недели. Ну, и дальше. Ну и вот. Теперь, в будни ты можешь есть яблоки и фиги, а рай как бы беспрепятен. В субботу съедение яблока будет обозначено как хилаткева. Так. Вопрос, будет ли обозначено как хилаткева также и незавершенную фигуру? Пробует? А почему, собственно? У нас нет никакого источника, как бы, где нам говорилось бы, что да варшаломик мера малахто хаявы маасы. Да? Ну, Амарли? Да. Ну что, ну разными как бы есть? Давай, вот ты сама прости славу. Слух прости. Слух прости. Я не могу читать меня, если он подозревает. А, у тебя очков нет? Не важно. У тебя класс был? Да. Хорошо. Еще раз. И давай я прочитаю. Он говорит, Амарли, в эймаа шаббат думья дыхацер. Махацер, и на куваат, элла бадаваши нигберам лахто. А в шаббат, лотикба, элла бадаваши нигберам лахто. Давайте скажем, что суббота это то же самое, что и двор. Как двор устанавливает обязанность отделения десятил для только для тех вещей, у которых работа завершена. Так и суббота мы могли бы подумать, что устанавливает обязанность отделения десятил только для тех вещей. Как в субботу может устанавливать обязанность отделения десятил если бы нельзя отделять субботу? Она устанавливает не отделение десятил возможности есть. Понятно. Я не понимаю, как ты разные слова говоришь, для меня теряется смысл. Аня, а ты просто представь себе этот процесс как процесс, а не как слава. Понимаешь? Вот у нас есть урожай, да? Пока он растет, он ничему не обязан вообще. Урожай не важно ничего. Пока он растет, он не обязан ничему вообще. Вот ты сняла с него урожай, вот ты собрала и срезала или там сорвала или там выкопала или неважно. Теперь он обязан? Ты должна это ли относиться к вопросам? Ну, в зависимости, согласно этому, в зависимости от того... Не согласно этому, а просто вообще жизнь. Нет, не должна. Нет, не должна. Должна, когда они перебирают в отбор. А, окей. Или же, когда ты будешь из них, составишь в них постоянную трактуру. Да, хорошо. Понимаешь? Теперь, теперь, значит, представим себе, что у тебя килограмм картошки или там, я не знаю, еда вторая, гора яблок гора яблок лежит лежит за забором. Да? Да. Ты должна будешь от нее? Ты должна от нее отделять от силы? Нет, не должна. Теперь, ты берешь миску яблок и заносишь ее в отбор, и стоит куча. Да. Теперь что? Должна. Должна? Миска. Правильно? Да. А если берешь одно яблоко и грызешь его в водорожье? Да. Доброе сказание, да. Совершенно верно. Теперь, теперь, представься, что наступила суббота. Да. Куча яблок все еще за забором. Да. Так. Ты берешь одно яблоко и начинаешь его грызть. Что будет? Карет тебе будет. Потому что, ты должен, что? Потому что, потому что ты не отделил десятину. ты должна была, да? Да. Сейчас уже поздняк метаться, да? Если у тебя, она лежит за набором неотделенной, сейчас уже метаться поздняк. Ты, как бы, не можешь уже взять из него яблоко, но ты должна была еще в пятницу взять в мисочку 10 яблочек, занести в отвор, ну, или даже не взносить от него, отделить от него, значит, одно яблочко, скажем, это будет там первая 10, вторая 10, а вот эти 8 яблочек у нас предупламины теперь, да? Если в целом один яблоко, шаббат и ничего в лесу, то это коррект в том случае, если мы считаем... Ну, это, по-моему, не коррект, я не помню, я не помню, может быть, метамбит и шамами, может быть, что-то попроще. Но это нельзя в том случае, если мы считаем, что любая тратина, шаббат, это арухатия, это в этом случае, Да, но это мы в любом случае считаем. Вопрос, считаем ли мы это только про яблоки и про ненасушенные фиги тоже. Понимаешь? Теперь, что с ним? Оставь двор в покое. За двором, за забором у тебя лежит, лежит огромное количество, вот отсюда и вон до туда лежат, значит, эти фиги, фиги просушиваются, что ли? И до обеда. Значит, лежат эти фиги и сушатся. Что теперь? Пока они высушатся, то им учение никому не должен. Если пробегаешь время и хватаешь фигу, то опять ничего никому не должен. Если пробегаешь время и хватаешь пложку фигу, ты уже должен. Теперь суббота наступила, вопрос. Это и есть вопрос, теперь что ты должен в субботу? С пложки, понятно, с пложкой плохо, но можешь ли ты взять в субботу одну единственную фигу из этого, значит, бесконечного количества? Или нет? Пока ты не отделил десятилетиями. Понятно, что в субботу нельзя отделять десятилетиями. Об этом же и речь. Как бы ретроактивно ты должен был отделить. А, окей, хорошо. Суббота устанавливает обязанность, но эту обязанность ты должен был выполнить еще в пятницу. А, вот, вот. Ну да. Ну это понятно, да, но это же обычно, это как всегда. Молодец, ну что, в субботу там варишь ты тоже в пятницу? Я тоже субботу. Ну, вот. Амары. Лимут, арух, обеядеин. Это все непросто, это на самом деле все систематизировано. Это я не спитал, как взял. Ча шабатку валатбейн, да даваши нигменам валатбейн, да даваши лу нигменам валатбейн. Он говорит, мы тут, это все, все, мы как бы не из пальца высосано, мы тут все уже подготовились, все как бы, все учится, но, и суббота действительно делает эту, эту обязанность накладывать как на то, у чего работа завершена, например, как на яблоке, или, например, на пирожки, или, например, досушенные слиги, на недосушенные слиги. То есть нельзя. То есть нельзя. Без отделения стен нельзя. Окей. Амар марзутра брейд равна. Афанан набит танейна. Вот амар абелеза элееза. Омэда дам аля мукцы. Эрэв шаббат башвит вахули. То есть они цитируют нашу мишну, да? То есть, что, как сказать, иначе. Вот, и мы тоже учили об этом. Вот приводит наша мишна. Мы тоже учили об этом. Та, ама дабы швеид дала аббарайсу это хабы шаршны и шавуа хайкинами да асу. Он говорит, почему в мишне упомянуто слово швеид? Да. Почему? И речь идет о седьмом году. Почему о седьмом? Что особенного в седьмом году, почему ко всем остальным годам? И это значит, ничего не надо отделять, совершенно верно. Действительно, никто не отделял. лавбар и суры, да? Он не отделятельный. А значит, в обычный год, когда который отделятельный, то есть ему недостаточно сказать, вот отсюда я буду ехать, да? Ему нужно конкретно отделить десяти, ну, либо всего, чтобы иметь возможность брать откуда угодно, либо от той части, которую он имеет в виду, брать, но выделить эту часть. Тогда он не будет расходиться с моблицами. Это плохо. А мукты из Эвкера? Ну как, ну, мы же можем, не то, чтобы они там висели, эти яблоки, там, финики, и мы их не могли бы брать. Мы их можем брать. Просто мы их можем брать на равноправном участии всех-всех, любых граждан. Даже если мои собственные. Ну, нет моей собственной. Они все Эвкера. Да? Ну вот я и взял. А с фигами нечего больше делать с их точки зрения. Сырые фиги не еда. Фиги еда это сушеная и прессованная. Вот так. Ну, это надо просто запомнить. Понять это трудно, это надо запомнить. Вот. Что некоторые продукты у них угрожаясь действительно не совсем так, как у нас. Виноград не елся никогда. Почти никогда. Да, рыба должна была с рыбой. С рыбой там она отчасти соленая, отчасти вареная, отчасти жареная. Ну, тоже интересный вопрос. Я, правда, сливки пищу. А, гарун. Да, конечно. То, что называется цырм или морьяс по-нашему. да. Да, да, это тоже интересно. Мне как-то интересно даже, как это сделать. Я боюсь, что это да, не очень. Чаро. Окей. Окей. Значит, не будет у нас сегодня сей, я часто. Тогда в следующий раз принесем уже вы. А, если сейчас не будет. Может, мы же еще не продвинулись с этой стороны. В этом смысле. А, окей. А, марзутру, он сына, он равна. Вот. Там, это башвили, дала барысуре, га башаршины и шабула. Шабула, кстати, у них называется семилетний цикл. Ахинами да ассур, ма и таман, ла авми шумны шаббат кава. И почему же это? Разве не потому, что суббота устанавливает эту обязанность? Даже на недосущем не имеется в виду. Ло шан и атам. Киван да амар мекан ани ухэль ле махар. Кава ле и лавей. Он говорит, нет, но можно приносить на другой, совершенно другой расклад. Когда он говорит, отсюда я буду есть завтра, он сказал, что работа над ними закончена, что они готовы к употреблению. Он разумно собирается употребить. и таким образом только шевелит он не должен наделять десятину, а в обычный год получается, что он должен наделять десятину от всего этого бесконечного пространства по Рабелезу. А не от того, что он отбел карандаш? Это пока хаммин, тогда иначе Рабелезы и хамим это одно и то же. Хамим обводят карандашиком, да, совершенно верно. И по ним все проще, а в обычный год можно отделить десятину от того, что он обведил карандашиком, И оттуда же и ездят. А в Швеи? А в Швеи? Обводи, пожалуйста, сколько угодно. Только тебе не нужно отделять стены. В Швеи тебе не отделяют стены. Лабора Судовина. Я не поняла разницы между этим. Между чем и чем. Вот сейчас что сказать нам? Он говорит, нет. Он говорит, и сейчас они это скажут. Даже если я выхожу во вторник. Во вторник. Выхожу на это бескрайне сушащееся поле инжира. И говорю, а вот на обед я хочу вот отсюда. Все. С этого момента я объявил мозгом и ртом даже отчасти, что работа над ними закончена. Поскольку я их приказываю подать к столу. И после этого ты отделяешься. И я должен отделить. Я не могу не отделить. В этот момент. Да. Да. Ну, не в этом момента, перед тем, как я их собираюсь в Руси. Я не могу есть уже не отделены. Так они говорят здесь. Он для сам для себя сделал их вот этими. И Гахима, и Гахима, и Яшавата, и Филу Бахольнами. Он говорит, а тогда почему сказано про субботу? Тогда ведь и будни то же самое. Да? Если речь идет просто о его ментальном движении. Да? Не о том, что суббота наступила и все превратилось в тып. А про то, что он сказал, что этот движение готов. Да? И тогда вот это... И кто может возражать? Он для него готов. Ему самому он готов. И все. Значит, с этого момента работа над ним завершена. И она подлежит на беленькую сети. И все. Приехал. Тогда не важно, шаббат или не шаббат. А, они говорят, а тогда действительно, почему тогда про шаббат речь? Тогда же не важно, шаббат или не шаббат. Ха, камаш мала. Да, Тевель Мухангу. Я опять забыл. Тевель или Тевель? Тевель. Тевель Мухангу этот шаббат. Ши им аварватикно метукан. А, он говорит, это для того, чтобы сообщить, там совершенно другую идею. Совершенно другую идею. О том, что Тевель, то есть, вы сейчас, как бы, совокупность продуктов, от которых не отделены положенные десятилы, в субботу мукцией не считается. И если ты... Там запрещено, действительно, запрещено отделать десятилы. Но запрещено только поставление модуляционного. Да? Если ты вдруг забыл, например, что суббота, и по ошибке отделил от нее месяц, может, это и есть. Суббота. А вот для этого это, для этого это сказано про субботу. Да, поэтому сказано про субботу. Про швейд поэтому, а про субботу типа по этому. По двум разным причинам. Да, про швейд, чтобы включить... Про швейд, чтобы объяснить, что ему не нужно было отделять десятилы. Даже если... Не важно, что он сказал. Потому что швейд вообще не отделяется никакие десятилы. А про субботу, чтобы дать понять, что в случае неотделенности десятил в субботу, это еще не значит, что оно совсем-таки негодное. Можно отделить и есть. А, кстати, я помню... Я сейчас как раз перевожу из... Ну, перевел уже из Йомы. Из Йомы. Там очень интересно про то, что... Про то, что... Ну, вот, например, человек заболел, да? У него бесконтрольный жор. Он не может не поесть. Если он не поесть, то он умрет. Ну, или там... Дед? Я не знаю, где... Не, они, кажется, что-то другое называли. Словом, ну, это называется бульмус. Но, как бы, я даже не знаю, что такая дала. Вот. И вот Йомки-Пу. А у нас нету... Нету... Нету ничего, что ему дать, как бы... Отделенного, да? У нас есть только... Либо Трума, чистого беда, либо Тивен. Вот чем его кормить? А, и отделять ли... Отделять ли это сетит? Да, вот интересно. Видишь, ну... И получается, что по этому, что раз Тевель, это не мукция... Вроде бы, нужно было отделить, да. И тогда можно отделить... Вроде бы, да. Водьем Геку. Да, так получается. Да, да. Это еще новое понятие. Водит нам, если вы заметили, в оборот, несколько таких штангов. Да. 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 Шиньонь, мрама, лахто. Да. Дэмотрухозэр. Да. В общем, как бы, не столько... Несколько таких категорий вещей, о которых мы, в общем-то, раньше не знали и не задумывались. Он говорит, а это, оказывается, это штука, у которой остаток может быть возвращен обратно. Ну, представим себе, что мы взяли горсть этих сил, съели три, остальные положили обратно. Можно так сделать? Ну, вроде можно, почему не надо. А Рабелеза в таких случаях считает, что отделять действительно не надо. Если ты возвращаешься. Если можно вернуть. А вот сейчас мы увидим. Подожди, сейчас. Сейчас увидим. Сейчас, сейчас. Вот вообще это фраза. Галло, мутрогу. А разве это не то, у которого остаток может быть возвращен? А мы слышали, что Рабелеза сказал, там, где остаток возвращается, это не устанавливает обязанность отделения действий. То есть, локава – это обязанность установления действий. Да, да. Это в данном случае. В нашем контексте так, да. Дитнан. То есть, у нас есть еще одна мишна из тех же Масаров. Но ты зайти именно на Маатан. Если есть такая мишна, если некто сидит перед блюдом, вот Маатан – это такая, я так понимаю, посудина с оливками. Маатан – это, я так понимаю, такая посудина, в которой они… а… в которой оливки как бы выстаивают для будущего размягчения. Маатан. Маатан. Маат. 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 Ну да. Он, значит, это железная кастрюля. Не знаю. Вот он эту кастрюлю ставит перед собой, берет оливку по одной и макает соль и ест. Маат. Должен. Сейчас, извини, просто уточнили предыдущему. Маат. Маат. Мы сейчас не берем. Нет. Это о том, который не готов, или о любом? В любом. Вот. Вот это я хотел сказать. Итак. Значит, человек берет оливки с этого вот Маатана. Может быть, кстати, важно, что это Маатан, что это еще не готовые оливки. Сейчас посмотрим. Может… Смотри, тут вопрос в какой-то момент эта обязанность наступает. После того, как она наступает, она уже раз наступить обратно не может, правильно? Значит, по-любому речь должна идти о том, о том большом количестве, у которого еще не наступила эта обязанность. Да. Поэтому, по идее, должно быть как раз недосушено. Вот. По идее, должно быть. Ну, может быть, я могу сконтролировать ситуацию, когда я наступил. Вот. Значит. Тем временем. У нас стоит, значит, блюдаще этих оливок. И мы по одной из них берем, макаем соль и едим. Мы ничего не должны никому. Теперь. Я сбрёб оттуда десять штук, оставил перед собой. Я уже должен отделить от них десять. Да. Миньон. Да. Теперь. Рабелезер. Десять – это большое? Думаешь, да. Думаешь, да. Десть – это то, от чего отделяют десять. Ну, а как ты отделишь десять на трех? Третья. Ну, ну, ладно, ладно. Десять – десять. Я думаю, десять – это правильно. Ну, то есть, от меньшего числа не надо? Да. Ну, конечно. Я не знаю, я не учил подробно на салоне. А от трёх больших лукан от хлеба? Понимаешь, от хлеба теоретически ты уже отделила в качестве зерна. А от трёх арбузов? Трёх арбузов? Вопрос. Не знаю. Арбуз ты не ешь целиком. Ты ешь долю. Значит, отделять можно долю. Я думаю. Я не учил конкретно эту тему. Так что, честно, честно, ответственно ответить не могу. Здесь написано десять. Пока учим десять. Рабелезер умеет. Нам это сейчас сказать не очень важно. Рабелезер умеет. Минаматан тагор хая. Минаматар танеэ пату. Минаматан туг. Минаматан туг. Да, он говорит, а почему, что это вообще, что это вообще за нафиг? Это вообще какое-то новое понятие, чистое, почему? Чистое, почему? Чистое новое понятие, оно ничего, ничего такого нового в нем нет, он как бы, ну, это Таур, бывает Томы. Блюда, они такие, вот, какой таракан туда попадает, не таракан опять, я в те времена говорю про таракан, на самом деле, Георгий. Вот, дофы. Попадет и все. Да, оно будет мокрое, если оно будет сухие, то еще не будет. Не, не правда. Да, да, да. Блюда? Да. Нет, ты, Миря, ты путаешь, ты путаешь с продуктами, продукты, продукты действительно оскорняются через, через мокрость, через жидкость. Ты тоже, да? Нет, нет, сосуды оскорняются в любом случае, нет, 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 так не работает. Нет, нет, они еще. Миря, ну откуда ты взяла это? Я тоже взяла, что это специально. Ну, может быть, со внешней стороны или со внутренней стороны? С внутренней. Если туда упадут эти, это ничего страшного. Какие эти? Ежи-то там там. В те времена упадут ящериц, ежи, кто хочет. Сосуд не скорнится? Нет. Это куда? Если он сухой или еще кто-нибудь... Это куда? Если ему свернула вода, что угодно... Это определенный метод. Я просто вот учил буквально на прошлой неделе, буквально даже по запросу, я несколько раз учил. Это отдельная интересная история. Почему, если относится грязненно, почему... Да, у нас борисный, действительно, очень странная речь. Это значит, что отстаток он может вернуть на блюдо. А, загрязненность тут ни при чем, действительно. Там и того, рак и прогресс. Мы понимаем. Да. Вегавейненба. Майшна-рэйшо, майшна-сэйфа. Действительно, какая разница, да, и мы... Гавейненба, это значит, что они это обсуждают, да? Ну, это мечна, которую обсуждали о морозе. Вагейн, Вавилонский, да? И мы, Вавилонский, Абраим, обсуждали это так. Какая разница между тем, что сказала Раби Леониду вначале? Ну, что Дюшов сказал в конце, да? Какая разница между чистым и чистым сосудом? Вама, Раби Аббау. Не совсем Вавилонский, Абраим. Рэйша, абаматан, тагор, вегавратамы. Делома целемитар, лэй. Сэйфа, абаматан, тамы, вегавратамы. Дема целемитар, бейк, флей, митар, вегавратамы. Начало сказано, когда... 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 Блудо было чистое, а человек... Осквернется. Теперь, когда он берет оливки с блюда, он оскверняет оливки. Это мы, кстати, тоже обсуждали на прошлом, в прошлом году, что оливки, они всегда немножко жидкие, в том смысле, что из них сочится масло. Которое не оскверняется. Да? Человек, допустим, похоронил все эти там близкие родственники, дай бог, не продавцы. Берет у тебя и закусывает, это дело оливки. Значит, берет оливки, оливки оскверняются. Значит, если блюдо чистое, он не может их вернуть, положить обратно. Потому что они оскверняют блюдо. Окей. Или, по крайней мере, оливки, другие оливки, блюда, кажется, все-таки не оскверняют. А вот, но если блюдо уже нечистое, и, соответственно, все оливки там уже нечистое, то он ничего плохого с ним не сделает. И он уже и сам нечистый, какая разница, что он еще нечистый. А может, подумать, ты сама чистая. Мы и все, как и все мы, так что, как бы, в наше время нет способа ощущения. Я, соответственно, нет, как бы, нет, 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 собственно, чистых людей. Как и чистых продуктов. В их время еще было. Ну, в какое, в какое их? Их в Вилатяне, в период Амарае, не очень заморачивались. Насколько я понимаю, технически не заморачивались. Они изучали, изучали вопросы, но не... А они же были вот эти, вот у них было свое, вот это Фадерин, который они хранили в своей части? В каком, в каких, в какой стране? О, вот, в этой стране. Хаверим – это чисто палестинская, чисто израильская. Хаверим – это в основном прочитатель. Дело в том, что это связанные вещи, понимаешь? Еще раз, тот, кто не читает статьи учителя, тот проигрывает. Читайте, пожалуйста, у меня не так много слов написано. Хаверим – это в Фейсбуке. Хаверим – это в Фейсбуке есть. Итак, о чем вы говорили? А, про чистоту и образованность. Так вот, чистота и образованность – это связанные вещи. Почему? Потому что законы чистоты очень-очень сложны. Мудрецевику сложны или нарушены. Поэтому тот, кто хотел соблюдать это, как полагается, он таки был образован. Ему у него выбора не осталось. Он нарушал очень сложные задачи. Поэтому изначально определение Хавера – это тот, кто… Мишо хэйфу лимба таара. Тот, кто обычную свою трапезу ест в чистоте. Я так понимаю, что да. Еще были коровы, и для Амурайей Эра Цесраэля еще действовала. И это еще и на практическом уровне действовало. Они еще больше ориентировались на восстановление храма, например, на всякие дела. Для Вавилония, насколько я понимаю, это после разрушения храма не было практическим. Хотя изучали они все, делали изучали. И, возможно, даже лучше, чем… У них как бы это все в теорию ушло. Зачем нам это нужно было? Нам это не нужно было, потому что действие-то разворачивается еще в Мишне. А в Мишне, это понятно, это всем тем важным, даже практическим. И Хавер – это действительно Хавер. Так что Кувен – это Кувен. И вот, значит, первое высказывание – это когда и то, и другое высказывает про человека осквернившегося. Если у него перед ним стоит чистое блюдо, то он не может вернуть оливку назад. Если перед ним стоит нечистое блюдо, то он может вернуть оливку назад. Правильно? Ну и вот. Но для нас главное, что если он может вернуть оливку назад, значит, он не должен опять ответить. Это самое главное, что нам здесь сообщено, что Раби Лезер думает именно так. Только Раби Лезер, остальные, мудрец, и не думают. А зачем вообще вот весь этот посуд про Туму и Тару? А уже же сказали, что если можно… Значит, зачем? У нас есть такая местная, а не другая. Мишна, кто у нас Туму и Тару. Нет, ведь уже же сказали до этого, что если можно вернуть, то не нужно до Кава. Так это ровно здесь и сказано. Здесь и сказано. В смысле, что для этого… Просто надо понять, почему он может вернуть, в каких ситуациях он может, в каких-то не может. А, в этом смысле. Почему мы должны разобраться, что там происходит. А, в том числе, в том числе. Иначе я сейчас буду фантазировать, про что он тут говорил. А, все. Нет, ну, о Вейненбе. А Вейненбе – это обычно такой разбор, разбор Мишны с точки зрения Гемара, как бы, чтобы… О чем речь вообще, да? Да, о чем речь вообще. А, понятно. Я поняла. Мишна, действительно, не очень понятно. А, окей, хорошо. Они сделали своего рода Акинту, но, кажется, это Акинта в данном случае необходима, да? Они, как бы, свели эту Мишну к некоторому частному случаю. Называется Акинта. Ну, вот. Здесь, кажется, иначе просто не будет работать. А если бы это Акинта по… А, ты считаешь, что это все-таки частный случай? Конечно, это частный случай. Если они говорят, что… Если они говорят, что… Если они говорят, что это… То Мишна всю дорогу говорит о человеке, осквернившемся. Не кажется, что человек осквернившемся. Это все-таки случай частный. Нет. То есть, я считаю… Мне кажется, что это не частный случай. Это показывает, что только в этом случае вообще… Об этом, собственно говоря, и речь. Других нету. Ну, и все равно это… Да, правильно, но это все равно Акинта. Все равно нечто, что работает в частном случае. Если бы человек был чистым, мы бы не поняли Мишну. Ну, по крайней мере, таким образом мы бы ее не поняли. Мы изначально предположили, да? Ну, Раби Абау, да, сказал, что в нижней речи обязана идти про нечистого человека. Ну, в частном случае, да не частный. Поняв, что частный. Да, чистый, это нечистый. Не, ну, ладно. Хорошо. Дело в определении. Ну, сейчас не бывает, а тогда бывает, да. Случается. Раби Азер еще храм застал чем. Да. Он говорит, ну, хорошо, а тогда наша Мишна, если мы такую Акинту поставили на ту Акинту, да давайте поставим, и нашу Акинту мы тоже поставим на эту же самую Акинту. Да, что Акинта мы. Нашу, это вот то, что... Нашу, нашу, да. Где он стоит перед бескрайним полем вот этого недосушенности. Он говорит, фиги чистые. А сам чувак, а сам чувак нечистый. Поэтому он не может вернуть ее. Поэтому он должен будет отделять десятину, если вы отверстили в весное количество. То есть там несколько, там все время эти факторы бегают туда-сюда. Да, швейд освобождает от десятины. Если уберем швейд, да, суббота напрягает на десятину. Окей. Уберем субботу. А что тогда будет? А тогда, он говорит, тогда обязанность этой десятины будет самим его оговорением того, что это сушеное. Ну, что это съедобное. Он говорит, ну как же, но он бы мог обратно тогда вернуть. Тогда мы знаем, что не надо. Он говорит, а, но это если он чистый. А предположим, что он гряд, ну, не чистый, да? Тогда он не может обратно вернуть. Значит, должен. Значит, должен. Ну, афух, аляфух все время. Ну, это, собственно, вообще евреи, что ему так идут. Он говорит, вэлло, мукзарын вон димтен. Он говорит, стоять. Там ты брал олипс с посудина, да? Ты их хотя бы взял. Здесь ты вообще еще ничего не брал. Эм мукзарын вон димтен, они еще там. Ну, в смысле, что мы можем рассуждать, что было бы, если бы ты их взял, а потом немножко вернул. Но еще даже не взял. Они еще там лежат. О чем может идти речь, что он может или не может вернуть какую-то часть, он же еще даже не взял. Поэтому мы должны как-то строить это все в предположении, что он, ну, у него презумпция такая, что он еще не должен отделять десятилетия. Ну, как бы, то состояние, в котором он входит в эту ситуацию, это вот такое, да? Хазакава такая. Дальше мы начинаем рассуждать, а что он сделал для того, чтобы научиться отделять от этого десятилетия. Ну, стать обязанным отделять. Что он сделал? Да, какие его действия. Он сказал. Ну, хорошо, он сказал, но он еще пока ничего не брал. Это то, что называется мукзарын вон димт. Как это он не может их вернуть? Он их даже еще не брал. Ну, в смысле что? Они уже как бы вернуты. Да. Да. Эла маравшими бараши. Рабили эзер кама. Рабили эзер летама. Да, мар, трума, кава. Вы койши кенчаба. Да. А вот до этого мы, конечно, дошли примерно. Правильно я помню, да? Да. Ну, кто будет считать дальше? Я уже устал. Аня? Я только понял, что Аняка не может считать. Попробуем? Вот дальше. Бараши. Рабили эзер кама. Рабили эзер летам. Нет, это я готов даже рассказать, объяснить. А, ты говоришь про Рабили эзер. Рабили эзер идет по своей теории. По своей как бы системе. Потому что он сказал, трума, кава, вы койши кенчаба. Трума устанавливает, если ты, грубо говоря, если ты отделил от большого количества актерии, да? Труму, это уже сделало его обязанным отделением массы. Понятно? Да. Я вот так сказал. Вы койши кенчаба, да, субботу, тем более. А почему вот? То есть сам Рабили эзер именно за тех, кто считает, что суббота, вынуждает тебя отделять по десяти. А почему? Если трума... А посмотрим, почему. Если трума, это самое, то есть суббота? Нет, если трума, он говорит, трума и тем более суббота. Нет, они, возможно, не связаны между собой. Давай посмотрим. Мы же мечтали еще. А, сейчас вы так объясните. Он говорит, да, конечно. Это вывод. А где он это говорит? Мы сейчас посмотрим. Да. Миш, ну, тоже Масарод. Мы сейчас практически по всем Масарод прошли. Ну, типа того, да. Какие проверения запрещают? Нет, что траман. Траман отшилон нигмирамоласта. Дел труму. Если, вот у него лежат эти, это хрень для просушки, да. Он говорит, отдай, а тут проходит Куэн как раз. Да, знакомый его. Он говорит, дай-ка отделю я сейчас от них труму и отдам. Отделил, отдал. Все отлично. Да, Куэн счастлив. Он, значит, пошел со своими 20-ми фигами домой. Там и до сушек, наверное. Вот. Теперь, а ему тебе захотелось есть одну фигину, он просто так. Почему он разделил? Потому что он считает, что тот факт, что ты отделил от них труму, обязал тебя отделить от них пасы. А ты не отделил. А только труму, что? Только труму, да. А раз ты отделил, то отделил от них труму от манки. Причем нет. Да, труму от манки. Нет, но еще раз, это же совершенно разные вещи. Да, это мы так говорим. Но опять же, у нас это все пакетом идет. Но это потому, что мы, это потому, что я всегда-то дурор. Потому что, потому что мы не том-лические мадрецы. А если бы мы были том-лическими мадрецами, у нас и помолвка со свадьбой, и души на купах вместе. Что ж, нормально, что ли? Кедушин обычно за год делают, чтобы готовиться к своим душам. На вечеринке наши родственники так не делают заранее. Да, сейчас очень многие делают заранее. Да, с муршурей именно заранее делают. Но они кедушин не делают. Делают. Только потом. Ну вот, описано так, чуть не на первую страницу. Вот. Вот. Еще раз. Мы люди нормальны с точки зрения теломодических мадрецов. Значит, с точки зрения ничего как-то. А с точки зрения теломодических мадрецов нет. И поэтому с трумодом осталась та же фигня. Потому что сейчас мы отделяем трумод и мадрецов более-менее символически. А тогда это было абсолютно реально. У тебя был знакомый Куэн, Куэн, которому ты отдаешь труму в селении. Нет, нельзя. Потому что все нечистое. Ни Куэн, ни трума. Все. Значит, не отделяющие. Но тогда у тебя был совершенно чистый Куэн в твоем селении, Куэн, которому ты каждый год отдаешь труму. И был другой Куэн, Куэн, которому ты ни в коем случае не отдаешь труму. Ну, как всегда у Еврея. Вот. Значит. И когда проходил тот, Которому ты не знаешь, ты ему плевал вслед. А когда проходил тот, Который ты отдаешь, ты говоришь, ты, заходи, я тебе сейчас... А, говорит он, ты своими нечистыми руками меня не смей наливать. Я сейчас сам тебе налил. Вот. Ну, и как-то так. А когда ты же делаешь, когда первенец родился, все равно, выкуп не связан с чистотой, а трума связана. Труму неизвестен, нечистен. Вот. Ой, Милия, здорово. Жива? Да. И не так, чтобы ты не живешь. Вот. Вот. Так что, а масса рода вообще отдают левитам. И там где-то в другом городе, возможно, живет твой знакомый левит. И ты хранищик и масса, они-то как раз от чистоты не очень зависит. Ну, в смысле, что им можно отдавать как угодно. И ты хранищик в каком-то углу. Или я тоже сам. Сегодня, сегодня жверя. левитам. Или ты тому же самому коллегу нахудаю, Так тоже можно. Вот. Но, в принципе, ты не обязан это делать вместе. Ты, да, и по мудрецам это даже чисто количественная разница, да, пока они у тебя досохнут. У тебя там дети съедат половину. Отделять десятину, ты будешь от калорина, а не от всего. А парабелизора нет. Получается, что как только ты отделил труму. Все. Значит, этим самым действием ты вынудил себя или его урожай, да, отделиться десятилем. Понимаешь? Вот такая вот семья. А как, а почему больше пьешь шаббат? Интересно. вот это, вот это я не поняла. Я тоже не понимаю. Сейчас посмотрим. Они считают, что трума и шаббат есть. Сейчас посмотрим. Смотрите, давно уже пора Раши читать у них. Дамар Тума кават, давар шелоник мина малахто, семих детров мато, не сар, ахилата, ай, тататан. Векуль шикен шаббат, де хашива ахилата, ахилата. Авар рабонан, эймала, и ехеде плеги бетрума, плеги бет шаббат. Раши тоже объясняет, прямо скажем, не очень много. Говорит, что говорит только то, что в субботу любая еда считается важной. Да, спасибо. я знаю. Наверное, потому что это жизнь все разговаривающая субботу. Да, но я не понимаю, где связь Трумой. Свидетельство у нас есть про Труму, а про шаббат то у нас ее нет. А может, что если важная еда, тогда ты можешь субботу. То есть у нас есть явный спор между Рави Лезарем и мудрецами про Труму. Да, Трума куват или Трума инакува. А мудрецы считают, что инакува, да? Инакува. Да, потому что они все разрешают и после этого из него орать. Инакува. А где в Кольщике шаббат, я не вижу. А Раша объясняет, что шаббат вся эта важная. Ну, типа того, да, что как бы и в этом смысле больше. Но больше даже. И казалось бы, А, да. А, подожди, подожди. Дашма миссейфа, нет? Дашма миссейфа, нет? Сейчас, секундочку. Да, да, ну, хорошо, давай. Дашма миссейфа, нет? нет? А, нет? нет? Наши миссиифа, Послушаем конец нашей миссиифа. Нашей миссиифа, да, той, который ты сказал уже начинал. Мудрецы говорят, что вы начертили, и сказал отсюда и отсюда выгодот. Да. Да. миссияфа, и шаббат, и швизит, длиннау, врат, бара гау, и сурэй, а, и шар, шишекла, не тумеет, и сурэй, не тумеет, не тумеет. Ну, как, шушь, не маяна. Та, ма, дээээ, шаббат, башиит. Да, мы же всю дорогу говорим, что это проходит седьмой год. Дла бара сурэй, потому что в седьмой год ничего не не одесятенивается. неотделятельно. Вот. Абишашны и шаббуа во других годах? А в другие годах, нет, шней это, это как шамим. А, ну да, конечно. В остальные годы семилетнего цикла, да, то есть, дэбнэй и сурэй, когда они отделятельны. Да. Что за причина? Ну, вот он пришел, видит бескрайнее поле сущащихся фиников. Очертил на земле круг, сказал, эти финики я буду есть. И чего? Он может их есть в субботу? Нет, не может, потому что он должен еще деться и надеть. Ну, такая презумпция, так, они считают, что нужно и толковать мечну, да, сейфа, шаматнити, да, что поскольку речь всю дорогу шла о швеит, да, о седьмом годе, то значит, что если бы это было не седьмой год, то так делать нельзя. То, что не разрешено, уже разрешено. Гром говоря, нет, если нам прямо сказано, вот это разрешено, значит, все остальное, грубо говоря, запрещено. Вот. Если где-нибудь не сказано другого и обратно. Где-нибудь гонкингами. Вот. Но, к сожалению, юристский мысль пошла по-другому, по-другому пути. Сейчас, извини, они вот этим пытались объяснить, почему нужно очерчивать? Нет, нет, они этим ничего не пытались объяснить. Они говорят, они говорят, а разве мудрецы в этом смысле сильно отличаются от Раби Элиеза? Да. Окей, примем за данные, что Раби Элиеза считает, Раби Элиеза, конкретно, Раби Элиеза, считает, что шабах кувак, да, шабах устанавливает наступление, с наступлением субботы все недосушенные фиги, превращаются в досушенные фиги, а с субботы обратно недосушенные, если мы их не трогали. А если трогали, надо оттенять. Вот. А если мы их перед субботой обрекли как бы на субботнюю трапезу, пожалуйста, и сколько угодно времени, да, потому что суббот не бывает времени, то пожалуйте бриться, давайте отделять десяти. До субботы. До субботы, разумеется. Теперь. А уверен ли ты, говорят они, что мудрецы в этом смысле придерживаются, другого нет. А если ты забыл не один, ты уже хотел есть, не забыл. Прости, пожалуйста, ты съел или не съел? Не съел. Перед шабаром ты их выделил, но не отделил. Массаж можно отделить. Не ешь, массаж отделил. Вот, теперь вопрос, нужно ли ты теперь массаж отделять? Они же остались недосушенными. Вопрос, насколько, какую силу имеет то, что ты сказал, что они насущены? Об этом, собственно, вся, 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 это самое, вся телевизия. Почему им сейчас? Хорошо, очертил круг, допустим. Но и важно сейчас, почему ты очертил. Конечно, потому что они тебе говорят, Раби Лезер придерживаются такого мнения, а ты увидишь, что остальные мудрецы будут с ним спорить. Они спорят с ним совершенно про другое, он говорит, что Раби Лезер говорит, ну, это все, вот, все употреблю. Ну, откуда я хочу, откуда употреблю? А мудрецы говорят, нет, надо написать кружок. Откуда употреблю? А вот по другому вопросу они не спорят. А по другому, возможно, похоже на то, говорят они сейчас, что по поводу того, что суббота устанавливают обязанность отделения 10, они не спорят. Потому что в этом кружке ты должен отделять 10 или нет? Да, потому что если бы нет, то не было бы написано швей. То есть швей ты не должен, а остальные не должны. Наверное, годы должен. Лапми шум ше де шаббат кап а май тамэ. Лапми шум де шаббат кап а. Это разно не потому, что суббота устанавливают обязанность. Я понимаю, немножко сложно, особенно с непривычки, особенно с отвички, да, которые там два рука, по всяким соединенным устасам, да, тем трудно, тем добраться трудно уехать. суббота не простая. Я думаю, что простая, но она на самом деле не простая. Она же коврестая. Вот. Да. Анька. Майка, я обучу неудачно варьбатка. Угу. Смысл? Да, неудачно? Ну, да. Да, вот что, вот это слово, да, которое мы с вами не понимаем. не от того ли, не от того ли, что шаббат обязывает отделять десятилетие. Да. шани астан и вальдемат, и вальдемат, не каждое саде и вальдемат, и вальдемат. Снова они говорят, нет, это дело не в субботе, дело в том, что я отчеркнул то, что я отчеркнул черточкой, вот это я как бы считаю готовым. То есть они опять спутят? Они опять теперь отпручивают ровно ту же самую систему рассуждений. Потому что там они, эта система рассуждений закончилась тем, что, а, Рабелеза, ну, Рабелеза, это там, и у него там своя система. Говорят, стоп, а про мудрецов мы разве не можем то же самое вам сказать? Вот они говорят по ступенькам то же самое, да, и говорят, а разве это не потому, что суббота? А, нет, это не потому, сейчас они сделают второй круг обсуждений. И в Ахим, Айрия Шаббат, и в Бухгольнами. Ну, я уже просто наизусть это могу уже говорить. Почему именно сегодня обязывают ведь даже и в будущем есть? Если ты говоришь, что обязывает не сам факт субботы, а сам факт его сказания слов, то какая разница, когда он говорит эти слова? Про субботу или про понедельник? Неважно. Это! Ну, иначе они ровно то же самое крутят. Ребят, они повторяют слово в слово. Я бы, когда переводил, просто копию пызды. Нет, серьезно же. вот что они сообщают нам. Что они сообщают нам. Шаббат, вот это вся неотделенная вражай, он... Ну, Муханг наоборот чем луксер. То есть, он боден, можно было бы им пользоваться. Им как бы нельзя пользоваться, но если ты, ну, о варвоте к нам, да? Если ты нарушил это правило и отделил, в субботу, в субботу. Даже это уже не муксер. Нет, оно не муксер, в том-то и дело. Это то же самое, что я и сказал про Абелезер в предыдущей странице. Это тоже самое система рассуждения. Ребята, она может быть новой, потому что мы ее сегодня уже один раз крутили. Ровно ее же, да? Там, дело в том, что у них разница действительно не в этом. Разница у них не в том, как они воспринимают субботу, а разница в том, как они воспринимают слова. Это довольно очевидно. как бы с самого начала было очевидно, что в них разница не про субботу, не про швейд, и не про Метукан, и не про этот самый, а исключительно про то, какие слова ты при этом говоришь. Слушайте, нужно ли старать на землякруг или не нужно старать на землякруг? Все. Больше никакой разницы у них нет. Поэтому одно и то же обсуждение они крутят сначала про Абелеза, а потом про Рабону. Ну, это натурально. А как еще? Иногда в таких случаях, редко, но бывает, иногда в таких случаях в гемаре написано «вы хули». Если какое-нибудь рассуждение повторяется уже четвертый раз, они иногда сокращают. Ну, и дальше все то же самое по списку. Вот. Бывает. Так они это крутят для того, чтобы именно выйти на разницу, на эту разницу. На разницу, которую ты нам уже сказал. Ну, которую я подозреваю, что она такая. А, что ты подозреваешь, что она будет вот так. Ну, давайте хотя бы на нее выйдем, а потом домой пойдем. «Урминги», да? «Урминги», Окей, давай подумаем, о чем будет эта речь. А, и вот как раз вот та ситуация, которую кто-то описывал про сливу, Миря, это ты говорила про сливу? «Урминги». А так вот ровно та же самая ситуация. Нет, снова вот это «Урминги». «Урмингу» это возражают, приводя некоторую Брайту, видимо, Брайту приводят. «Убий делал с грозью, с... Думаю, что грозь винограда имеется в виду. И зачем из сада в подбор? Угу. То есть в саду ты можешь сорвать, как бы, в саду ты можешь сорвать грозь и съесть ее. Это называется рай. Во дворе это проблематично, потому что двор устанавливает эту обязанность отделения сети. «Урминги». говорит, что «Урминги» есть, а «Урминги» еще и «Урминги». Совершенно верно. И это значит, что у нас таки есть разница между рабин-эзерами и хотя бы каким-то другим мудрецом в вопросе о том, как устанавливаются эти сети, как устанавливаются обязанности отделения сети. Наше мнение, что казалось бы, не о том. Ну, наверное, действительно не о том. Но она дает нам как бы хинт, некоторый толчок к обсуждению о том, когда и с помощью чего наступает обязанность отделения сети от какого-то пуска урожая. Маша Ланимрам Лахтова с одной стороны. Но это же не из нашей Мишны, они приводят куда-то другую. Нет, не из нашей. Толчком была наша Мишна. Обратите внимание, там почти ни одна Мишна не связана ни с Йом-то, ни с Шабал там практически ничего. Ну, там чуть-чуть. Все Мишны из Марсалота выбирают оттуда. что-то нет, что она никаким образом не была толчком, нету связи никакой между очертить на земле или сказать вопрос тем, что... Сажен Вердович, ты права совершенно. Я говорил не о логической связи, а с Торсунгой. Она задала как бы костяк обсуждения. Потому что они не случайно, ну, может и случайно, не знаю, но они именно что проходят по этой Мишне шлаф-шлаф, как бы, да. Сначала по мнению Рабелеза, а, ну, не, Рабелеза, другое дело. Ну, хорошо, отработаем его. Трым, тррым, тррым. Мишны там четыре Мишны подряд. А он говорит, ну, стоп, ну, там разница-то была совсем не в этом, давай про Сыф поговорим. Мудрецы чего? Трым, тррым, тррым. Опа, уперлись. И действительно у нас и теперь от разногласия Рабелеза и Мудрецов там, в нашей Мишне совершенно про другую вещь. Про вопросу мукса или не мукса в шаббат, да? Там это обсуждало. Зацепка была понятна через что, через швейн. Да? Он же там же зачем-то рассказывал про швейн. А, и вот там мы вышли на массаду. И теперь мы впилились, а что пришла вот ровно, концом, потому что я ровно-ровно заканчиваю. Вот. И теперь, ну я еще не знаю, что будет дальше. То есть они хотят сказать, что у них разница, в чем сейчас идея, что они хотят сказать, что у них разница не в том в отношении к словам, а в другом? Я не думаю, нет, они хотят сказать, я думаю, что они хотят сказать, что мы посмотрим, что они никогда не знают. Вот. Но я думаю, что они хотят сказать, что Ну, Робелезер вообще особенный человек, да, я не знаю, как девочки говорят, да, это как бы человек-проход там, у него как бы это отдельная школа, как у них, в смысле, у НГЛЦОВ, даже не только ТНИН, там есть НИПРОЭЛИНИЯ, которая идёт там дальше. Вот. И они хотят выделить, да, что, собственно, специфическое в этой школе есть. Школа Робелезер. Только ли отношение к словам здесь, здесь у нас. Дело в том, что, опять, потому что по всем другим, вроде бы, получается, как бы... То есть, знаешь, как и Таарот, что ли? Мы седор Зраим, первый седор Мишны, да, первый трактат это проход, на него Бавли как раз есть. А вот на остальные нет. На Иерушауме есть? Которые, на Иерушауме есть. На сельскохозяйственные, на сельскохозяйственные Мишнаёвки, Бавли нет. Поэтому они в меньшей степени, чем Таарот. Ну, Бавли нет на Таарот и на Зраим. Таарот, и в Таарот есть один трактат, и в Зраиме есть один трактат. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, и Таарот тоже как бы их волновало не очень, так, практически. Но, с другой стороны, эти обсуждения расписаны по разным трактатам в других. И время-то время на их натыкаешься. Мало что понимаешь, потому что не привык к этому дискурсу вообще. Особенно, когда про Таарот, это вообще труба, ребята. Ну, мы немножко касались этого, но немножко. Немножко, как я. Сахим впервился в такую судьбу, что там, товарищ Азман, просто. Вот. Вот. И они распиханы, и они как бы... Ну, и когда мы... И когда у нас есть повод это обсудить, а здесь поводом у нас было то, что они мельком упомянули, что это происходило седьмой год. Чтобы и тогда на тему массы рот они... И тогда они обязаны были заключить в некотором смысле какую-то мусс, да? Либо на тему седьмого года. Почему седьмого, а не другого? Это мне немножко коснулось. Понятно, на самом деле, это очень понятно. Почему? Нужно быть какая-то точка как-то отделенная, и ты из нее смотришь по-другому. Когда ты можешь потом перепрыгнуть. Да, конечно. Нет, понятно. Понятно. Так это... Это именно дало повод попрыгнуть дальше, как бы. Да? Чем седьмой год отличается с другим годом? Ну, например, отделением или неотделением десяти. О! И давайте поговорим о десяти. Ну, давайте поговорим. Сейчас. И дальше мы... Они в некотором смысле сохраняют вот эту структуру выделенности школы Рабелеза. Там в нашей Мишне и в предыдущей Мишне, кстати, там тоже был спор Рабелеза. Потому что эта Мишня называется В.О. Дома Рабелеза. Значит, наша Мишна как бы провоцирует в некотором смысле это обсуждение. Потому что наша Мишна, вот уже две Мишны подряд, как раз об этом и говорит. Да? Рабелеза – это немножко другое дело, чем, в прочем, вот это... А, в чем другое дело? Давайте посмотрим. А, давайте посмотрим, как это здесь работает. Ну, сейчас посмотрим. То есть, вот мы в следующий рог поймем, что они... В следующий рог поддосмотрим. Мы уже не будем с тобой, я считаю. Но я хочу сказать, все-таки заметить, что тот вопрос, почему шаббат тем более... А, нет. На этот вопрос не было ответа. Нет, а его и не будет. Потому что они сказали так. Это свара, как мы сейчас понимаем, это свара Рабшиме Бараши. Да? Рабшиме Бараши сказал... Трума ху ва... Алибо дарабелеза... Трума ху ва... Вольщикен шаббат, да? Это то, что он сказал. Ну. Так вот, про труму мы выучили там дальше. Там есть Мишна. А про шаббат это свара Рабшиме Бараши. Вольщикен шаббат. Да. Потом мы сразу стали говорить. А, ну как же? А мудрицы разве в этом смысле спорят? Вроде бы и не спорят. А, ну может и спорят. А, ну может опять и спорят. А, ну сейчас посмотрим. Ну вот сейчас посмотрим. Сейчас мы где-то в районе сейчас посмотрим. Я значит, что я могу взять, я не знаю, что вы поспорите. Сколько еще больше. А, вот, да, интересно. Все. Все, спасибо, все свободные. Так, во-первых, ой, во-первых, послушайте внимательно. Те, кто опоздал...